Привет вам из города Домодеда в Московской области. Меня зовут Юрий. Хочу сказать спасибо вам за организацию экофестиваля. Еще как бы только середина, но уже очень нравится. И вопрос, интересно, структура струнного рельса, вы говорите, что он будет неразрезной. То есть, по сути, я так понимаю, там не будет сварных швов, это на протяжении всей трассы, или там какая максимальная длина? Ну вот, объясните, пожалуйста. Спасибо. Неразрезной, это не значит, не будет сварки. Неразрезной, это значит, нет зазора, щели. Это непрерывная конструкция. Рельсы железнодорожные, они разрезные, они есть температурный швов. Балочные эстакады разрезные, потому что есть температурный шов, и, собственно, из-за этого проблемы в мостах существуют. Вы же, наверное, все едите по мостам, знают, что такое. Дудук-дудук-дудук-дудук, да? При этом что, разрушается колесо, разрушается подвеска, разрушается мозг. Ну, тут нет доски, я нарисовал там эпюры очень простые, да? Я на пальце попробую объяснить. Когда вот балка, в конце, да, лежит на опоре, и когда я даю нагрузку, балки сгибаются. И одна на опору выходит под углом, да? И вторая балка под углом, то здесь, получается, точка перегиба. Понятно, да? И здесь, когда у нас удар происходит, и когда иногда меня, там, мне даже в Минтрансе, значит, дали книжку, бельбин, струна, меня там так звали, и говорят, да, юриска там придумала, что-то чушь. Это же американская горка. Там все будет прыгать, и люди будут летать по воздуху, стукаться головой потолок. На самом деле, американская горка, это существующие мосты, эстакадные. Вот что, а это американская горка. А у нас путь на опоре неразрезной, и там плавный изгиб идет. А вот радиус изгиба зависит от конструкции речи, от его изгибной жесткости, то есть высоты, там, размеров, струн натяжения, бетона, который внутри и так далее. Это все тоже регулируется с помощью сопромата и формул достаточно простых. И когда ты их понимаешь, то можно легко спроектировать, так? Поэтому... Что-то я не потерял. Нет, я не разрезаю, но там в смысле вопрос был другой. А, там продлину, да. То есть понятно, что когда она не сплошная, а не разрезная, она ведет себя по-другому. Поэтому, естественно, пролеты будут построены из кусков. То, что прокат не делается длиной 100 метров, да не приведешь на стройку. И, допустим, мы сейчас с Унядием будем поставлять элементы поделой структуры, там, прокат длиной 12,5 метров. Потом элементы эти будут обварены здесь, на трассе, в непрерывную конструкцию. Швы зашлифованы, сварные. И будет стошной металл. На анканной опоре тоже там будет все обварено. И дальше будет обварено. И поэтому, когда мы строим дорогу, неважно какой длины, на всем притяжении нет швов. На всем, на всей длине. Она конструкция непрерывная. И поэтому путь везде будет гладкий, ровный. И долговечный, потому что динамика движения, ну, будет благоприятна. И для колеса, и для путевой структуры.